Добрый вечер. Факты, истина, правда. На самом деле, они мало кого интересуют. Важна бумага. Вы знаете, что устройство нашей страны настолько парадоксально, что бумага определяет практически все. Реальные события, действия, люди, поступки, они на втором плане. Страна у нас разваливается, люди погибают, экономика стагнирует. Но на бумаге, если посмотреть, то жизнь живет, свершения свершаются, достижения достигаются. В стране полный порядок. Ну, вот разве что не хватает еще немножечко надавить на население, чтобы все, наконец, стали платить налоги, и тогда, конечно, с пенсиями у нас будет вопрос решен, потому что, ну, не хватает действительно, как вы слышали из информационного выпуска, работникам пенсионного фонда на зарплату. Нужно, чтобы мы были более сговорчивыми. При этом, вот из тех проблем, которые мы наблюдаем, и ответа на вопросы, по поводу которых мы и не получим никогда. Одна из них, конечно, это безопасность и количество погибших в ДТП. Это у нас в стране такая же тайна, как число погибших во Вторую мировую. Войну мы, по оценкам, по крайней мере, экспертов независимых, потеряли около третьего всего населения нашей страны, где-то порядка, так, наверное, 56-59 миллионов человек. Как бы чудовищно эта цифра не прозвучала. На дорогах нашей страны в ДТП мы ежегодно убиваем, по оценкам независимых экспертов, порядка 100 тысяч человек. Более-менее правдоподобная цифра один раз у нас прорвалась. Статистику журнал «За рулем» опубликовал в самом начале перестройки, вот в порывах, когда только-только возникло ощущение, что все можно, страшную цифру порядка 40 тысяч убитых в ДТП за год. Ну, это и то было, в общем-то, не до конца честной цифрой, но все-таки, знаете ли, показатель был ужасный абсолютно. На будущий год себе никто уже подобного не позволял, в том числе и журнал «За рулем». Ну, по крайней мере, один раз мы действительно прикоснулись к истине, хотя и даже в искаженном виде. Но парадокс в том, что поскольку живем мы бумажной жизнью, то этих цифр на самом деле нигде нет, ни в каких документах нет, а есть другие, есть официальные данные, вокруг которых и разворачивается жизнь, мероприятия разворачиваются и, что самое главное, вокруг которых разворачиваются федеральные целевые программы. Начиная с 2006 года у нас успешно реализуется федеральная целевая программа по улучшению безопасности движения на наших дорогах. Стоит она 40-80 миллиардов рублей, на нее было потрачено столько, и в ее основе лежат лукавые показатели смертности и достаточно неумные варианты их снижения. Программа досрочно была признана успешной, поставленных целей она не достигла, смертность в ДТП по-прежнему не зависит ни от какой программы, зато за 48 миллиардов было создано федеральное казенное учреждение. Это вот такой очень наш, очень правильный способ решения проблемы. Ну, условно говоря, возникает, например, враг на пороге с ножом. Вот что делает нормальный человек? Он берет молоток и пытается как-то противостоять. А что делает наше государство или наше правительство, или в частности ГАИ? Оно сразу резко ставит письменный стол, сажает за письменный стол чиновника, и чиновник пишет, как нужно противостоять бандиту на пороге твоего дома с топором. Вот именно это и было сделано, и когда в 2006 году ГАИ сама себе заказала федеральную целевую программу, поручила ее претворить в жизнь и потратить 48 миллиардов, то первое, что сделала ГАИ, она создала вот это самое федеральное казенное учреждение под названием «Дирекция по управлению федеральной целевой программой повышения безопасности дорожного движения 2006-2012 года». То есть генералов стало больше, впрочем, как и трупов на наших дорогах. На мой взгляд, это весьма низко, вот создавать такую новую контору под освоение миллиардов, спекулируя трупами на дорогах и в отчетах. Но ГАИ сама о себе заказала программу, сама ее поручила, сама исполнила, она сама за собой приглядывала, поэтому, конечно, показатели она достигла практически всех, каких хотела. И то, что мы с вами погибаем на дорогах и имеем невыносимые проблемы, не можем без риска для жизни и для кошелька кататься по стороне, в бумагах ведь никак не отражено. Там же этих данных абсолютно нет, и поэтому задача ГАИ – отчитаться о потраченных миллиардах, отписаться наверх, грамотно подать челобитную на рассмотрение и удостоиться государственных наград. Что и произошло. Федеральная целевая программа была успешно признана, выполнена, досрочно причем, и в результате многие офицеры полиции получили государственные награды. Количество трупов, конечно, это отношение не имело никакого. И вот сейчас создана следующая программа уже до 2020 года, стоимостью 100 миллиардов рублей. Конечно, она будет так же блистательно притворена, но вдруг откуда ни возьмись, ребята из высшей школы экономики, есть такая у нас школа, и эксперты из правительства взяли, вот никто их гадов не просил. Ну вот никто не просил этих подлых людей лезть не в свое дело. Лезть в чужие финансовые потоки. А они гады взяли и провели экспертную оценку успешности реализации первой федеральной целевой программы по борьбе с безопасностью и проанализировали нынешнюю. И они ведь взяли что? Они взяли и опубликовали результаты своего экспертного анализа. И они констатируют, что ключевой программный показатель от первой федеральной целевой программы выполнен не был. К 2012 году предполагалось снижение количества погибших в ДТП в полтора раза. А-а, не получилось. Получилось снижение на 27% всего лишь. Но даже те, кто не знает математики, понимают, что 27% и полтора раза это сильно несопоставимые данные. То есть они, в принципе, очень сильно отличаются друг от друга. А следующая федеральная целевая программа, которая уже готова, утверждена и профинансирована в объеме 100 миллиардов, она началась с того, что федеральные чиновники были переименованы. Вот эта самая дирекция по борьбе с безопасностью, созданная ради освоения денег, она была срочно переименована. Это единственный зримый результат и единственное зримое изменение. Она теперь называется «Вслушайтесь». Она теперь называется «Дирекция по управлению федеральной целевой программой повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». То есть изменились только даты. Все остальное осталось прежней. Иных изменений нет. Суть программы прежней, не меняя ничего в системе организации дорожного движения, улучшить показатели в отчете, поскольку оценивается, конечно же, бумажная эффективность работы ГАИ. Правительственные эксперты вместе с специалистами высшей школы экономики по этому поводу сообщили, что обе программы отражают устойчивый консенсус должностных лиц и ведомств, отвечающих за вопросы безопасности дорожного движения, а также работающих с ними экспертов, сложившихся еще в НКВД в 1936 году. Но в настоящее время, отвечают эксперты, рецепты, выработанные еще в 30-е годы прошлого века, недостаточно эффективны. Очень корректная формулировка. Но самое главное, вот то, чего нету нигде на бумаге и нету в милицейской программе, и то, соответственно, мимо чего проходит вся наша безопасность на дороге, это основная тема неприкасаемых, которые даже теперь уже озаботили Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот Дмитрий Анатольевич у нас знает, что есть проблема феодализма на дорогах. А ГАИ в двух своих федеральных целевых программах об этом ничего не знает, ничего не пишет, и, конечно же, по бумажкам у них подобной проблемы абсолютно не существует. То есть, поскольку в документах ни слова, соответственно, бороться с ними никто не будет. И понятно, что 100 миллиардов будут освоены, отчет будет написан. Причем, когда эксперты из высшей школы экономики и правительства, то есть это не один человек, это две организации, занимавшиеся экспертизой. Они ведь еще много чего проанализировали. Они обнаружили отсутствие какого бы то ни было здравого смысла, системного подхода, отсутствие логики. Они обратили внимание, в своем докладе он опубликован, почитайте, они обратили внимание, что за вот все те, например, 48 миллиардов, которые были потрачены, не родилось никаких даже исследований на тему опасности и безопасности наших дорог. Мы пытались создать иллюзию каких-то международных контактов, каких-то научных сообществ, озабоченных проблемой безопасности. Единственное, что у нас было, это когда Кирьянов поехал в ООН, выступая с докладом и учить иностранцев соблюдать правила дорожного движения. И сказал, что Россия готова выступить лидером в этом вопросе. Обалдеть. То есть страна, в которой погибает больше всего народу на дорогах, собралась еще кому-то чего-то такое рассказывать, о том, как надо чего-то делать. Видимо, как играть с бумажными отчетами. Вот это было. Всего остального, осмысленной деятельности, пропаганды, каких бы то ни было действий, связанных с безопасностью дорожного движения. Вот этого не было. И когда доклад готовился к публикации, то, соответственно, что лежит на поверхности у журналиста? Позвоните, спросите, ребят, вот вы там в вашем государственном монетарном предприятии, вы там, собственно, о чем? Вы там что делаете? Вы какие планы имеете на будущее? Может, вы как-то прокомментируете, например, наш доклад? Там они наткнулись в этой дирекции программы на чиновника, который отчитал их и сказал, я государственный чиновник, есть определенная форма общения с государством, и по телефону я ничего не буду ни говорить, ни комментировать. Ну, кто-то что-то написал, и что? Чиновник абсолютно правильно олицетворяет себя с государством. Я государство, ты как челобитную царю подаешь. Я практически наместник царя. Обиделся. Неделя прошла с момента публикации этого самого доклада. Что-нибудь изменилось? Челобитную правильно подали, рассмотрели? Нет, нет, конечно. Что вы? Отвечать стране за 100 миллиардов потраченных рублей государство не будет. Нет, оно просто их потратит. И государство, как и обещало, конечно, проигнорировало челобитную, потому что государственный чиновник, олицетающийся с государством, сказал, что, слушайте, не мое это дело. А вот то, что федеральная программа будет успешно реализована, в этом сомнений, конечно же, нет. От бумажной жизни наших гаишников и, соответственно, бумажной борьбы и бумажных побед мы переходим к реальной жизни, начинаем общаться. Телефон 6510-996. Илья, вы у нас сегодня открываете бал. Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Спасибо за оказанную честь открыть бал. У меня как бы сначала маленький вопрос конкретный. Давайте, конечно. Что у нас с доверенностью происходит в стране? Никто не может объяснить. Отменили их, не отменили. Как быть юрлицкой, если машина принадлежит юрлицу? У юрлица, Илья, у юрлица она осталась. У физлиц она теперь не нужна для того, чтобы кататься. Она нужна для того, чтобы, например, совершать регистрационные действия. Для того, чтобы... То есть в тупик она осталась, да? Она осталась в той части, когда нужно подтвердить свои полномочия. Вот просто кататься, пожалуйста, вы внесены в страховку. И поэтому другого документа, подтверждающего, уже нет. Не нужно. А если страховка расширенная, без ограничения лиц, то вообще ничего не нужно? Да, то вообще ничего не нужно. И тогда у милиционера, в принципе, тупик и заворот мозгов, потому что уже непонятно. Остается только вас за аптечку штрафовать. Вот у меня, как раз, и была ситуация, когда потребовала доверенности. Доверенности, я сказал, отменили. И гаишник, по-моему, до сих пор еще в ступоре отстал в стоять. Конечно. Вы ему сказали, что его заработок отменили. Представляете, какой удар он получил? Ну, вот, наверное, поэтому он и в ступоре. И что касается безопасности на дорогах, то передвигаясь даже по идеальной, скажем так, в отношении дорог в Москве, наблюдая, что творится с дорожным покрытием, я представляю, какая у нас сейчас автовавильность поднимется после того, как по весенним дорогам кто-то попытается проехать. Ну, у нас специально, Илья, у нас специально для этого есть Росавтодор, который рассказывает, что дороги у нас хорошие, а машины у нас плохие, поэтому нужно запретить движение автомобилей по дорогам, в первую очередь грузовиков, например, по весне, потому что дорогам сыро, летом, потому что дорогам жарко, зимой, потому что дорогам холодно. И вы видите, наверное, как в режиме онлайн разворачиваются события в Великом Новгороде, где там совершенно нечаянно прихватили организованную преступную группу, именно занимавшихся хищением денег в дорожной сфере. Ну, вот, кстати говоря, у меня формат, что до сих пор областной автодор наш, Московской области, до сих пор является банкротом. То есть компания, которая, ну, реально, получив деньги от государства, умудряется еще являться банкротом. — Это довольно легко делается, буквально одним рощерком пера, раз, и ваши деньги стали наши, а мы банкроты, а почему бы и нет? Ведь у нас даже вот почему-то получается метро, и то построить можем, не говоря же о том, что в космос лететь. А с дорогами, извините, не получается. Не можем мы дороги строить, и не получается у нас, ну, никак не получается. — Спасибо за комментарий, Сергей, удачи вам. — Ой, Илья, спасибо, удачи нам с вами. Александр, здравствуйте, Александр. — Добрый вечер, Сергей. Второй раз дозваниваюсь до вас в течение полугода, рад этому. — Блистательно. Вы, наверное, просто очень удачливый Александр по жизни. — Я к вам прислушиваюсь, и поэтому вот звоню по поводу нашей с вами одной из любимых марок «Шкода». Вот уже с декабря езжу на «Ети». Вообще стал фанатом этой марки. Прошу вас немножко футурологом поработать. Будет ли в линейке «Шкоды» что-нибудь наподобие «Туарега»? — Будет. Они сейчас как раз работают над этой машиной. У «Шкоды» сейчас произойдет расширение модельного ряда. У них будет что-то типа минивэна. Они не определились еще с типоразмером, потому что не очень понятно, в какую сторону по типажу нужно. И у них будет некая машина, вот как раз «Туарега» подобная. При том, что «Фольксваген» себе сделает супер «Туарега». Они сделают машину на ступеньку выше, чем их «Туарега». И вот эта платформа у них станет как раз, что называется, неэксклюзивной, и спокойно на ней будет сделана «Шкода». Причем здесь вот самое интересное, как именно сейчас они поступят внутри концерна. Раньше чехи машину делали сами. Они просто брали немецкие какие-то там гаечные ключи, отвертки, Кульман, соответственно, Ватман и Рейсфедер, и чертили машинку для себя. Вот судя по тому, что произошло сейчас с новой «Октавией», когда ее насильственно упростили и сделали примитивнее, чем «Октавия» нынешнего поколения, у них идет внутренний каннибализм, и фирма «Фольксваген» понимает, что «Шкода» слишком хороша, ее нужно прибить, изничтожить, извести, снивелировать, и тогда, может быть, «Фольксваген» действительно будет лучше, потому что, ну, как-то хочется, чтобы сияла одна звезда на горизонте. И участие у них идет как раз в том числе внутренняя борьба, а о том, кто победит, мы узнаем по результату. Если победят немцы, значит, это будет примитивная табуретка на одном колесе. Если победят чехи, это будет супермашина, которая окажется лучше, чем «Туарек». Ну, будем надеяться. Спасибо тебе. А когда, примерно, не знаете, так вот планировать? С года на год. Понял. Спасибо. У них эта платформа уже в работе, но для того, чтобы создать машину, нужно сначала победить немцев. Потом уже все будет легко и просто. Пока, ну, вот, есть нюансы. Так, продолжаем. Вы обратили внимание, что у нас такая приятная тишина. Теперь рефрен вот этого музыкального, например, «Блямса», он закончился. У нас нормальный мужской клуб с легкими вкраплениями «Дам» и разговор только об автомобилях, но также и о нашей жизни. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Николай, говорите. Я хотел бы вам задать вопрос вот по МАЗ-2-3. Я вот сейчас езжу на МАЗе 323F, корпус BG. Ух ты! Хотелось бы ее поменять на МАЗ-2-3 где-то 2008-2009 года. А сколько ваша-то 323 пробежала? Она какого года? Она у меня 2003-го 284 тысячи. Ой, какая машина! Ой, какой агрегат! А моторчик какой у вас? 1.6 на ручке. Замечательная машина. Прочная, неубиваемая, удобная и даже в меру не устаревшая внешне. Ну да, как бы на дорогах смотрится хорошо. Да, такая, вне времени. МАЗ-3, которую вы себе найдете, она будет на автомате с мотором 1.6, как самая массовая, самая распространенная. Не бойтесь ее мотора, не бойтесь ее коробки. И коробка в том числе у нее нормальная. Едет она классно. Знаете как, платформа Ford Focus. Очень много взаимозаменяемых деталей. Хорошая подвеска, интересная. Рулится она классно. Это будет совершенно другая по качеству машина. То есть с вашей 323-й общего не будет ничего. Даже логотип будет смотреться по-другому. Грандиозная разница будет в двух мелочах. Первая – это дорожный просвет. Вы по привычке, если будете пропускать между колесами что-нибудь, оставите мотор, в конце концов, на какой-нибудь пеньке. Вырвется с корнем. И второе – у матрешки, как ее называют в кругах апологетов, очень низкая коррозионная стойкость кузова. Там, где небольшая царапинка, там сразу дырка. Вот пока царапинки нет, отлично держит все. Но где краску отобьет, не дай бог, пескоструем, гравием, еще чем-нибудь. Сразу бросайтесь на амбразуру и находите способ заткнуть чем-нибудь эту пробоину. Потому что дырка там будет просто невероятно быстро. Понятно. Ну, к сожалению. То есть вот эта машина, она сделана под езду, чтобы вы на ней так лихо совершенно отъездили и выбросили, и пошли дальше. Ваша вот 323-я, она, конечно, совершенно не такая. Она позволяет ездить, ездить, ездить. Она трудяга. А 323-я – это машина для людей, которые знают словосочетание «танцпол». Это немножко другая категория. Но неубитую найти все-таки можно. Илья, здравствуйте. 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 Хотел, Сергей, хотел вот какой вопрос. Соответственно, поскольку родился второй ребенок, вот встал вопрос о чем-то более просторном, возможно, даже семиместном. И вот стою, так сказать, между двумя пропастями. Одна – это Волжский дважды автомобильный со своим «Ларгусом». Ужас какой. Да, кошмар. И, соответственно, вторая пропасть – это бэушные автомобили, а-ля Т4 «Гранд Пикассо». Вот что-то в этом духе, пригнанное, соответственно, из прибалтийских республик, который собрался, скорее всего, из двух в одну. То есть, может быть, вот в районе тех самых заповедных полумиллиона есть что-то, я вот упустил, или, может быть, вы что-то подскажете. Илья, тогда по этапам. Во-первых, поздравляю вас с тем, что у вас два ребенка. Это замечательно. Спасибо. Это говорит о вашей смелости, прозорливости и о том, что вот именно такие люди, как вы, вопреки нашему государству, делают свое дело. Вы абсолютно правы в этом отношении. У вас сейчас какая машина? У меня символ Рено. Да. Итого, у вас на самом деле очень неплохой автомобиль. Кстати, скорее всего, неохотно ломающийся. Потому что штука довольно прочная. И вот ощущение, что второй ребенок срочно нуждается в пятой комнате, семиместной машине, четырех няньках, или, например, семи, не дай бог, с оптиминологическими последствиями, это нормальная реакция любого человека, потому что в порыве счастья и эйфории хочется перевернуть весь мир. Остановитесь. Семья из четырех человек отлично помещается в Део Матис и ездит на большие расстояния. Поскольку сейчас реальных денег нет, так чтобы пойти и шикануть, вы, соответственно, выбираете между плохим и очень плохим. Ребенок этого не заслужил, потому что маленький поехал куда-то с вами, а потом эта штука взяла и накрылась медным тазом, и вам нужно заниматься эвакуацией детей, потом лечением машины, откапывая ее из сугроба. Не те проблемы. Ларгус вас подведет, машина, особенно из Прибалтики, подведет тем более. Либо вы пускаетесь во все тяжкие и пытаетесь себе найти какой-то аппарат в Европе, который вы лично купите, причем не у поляка-перекупщика или не у турка-перекупщика, а из первых рук. Это довольно тяжелый промысел. Либо вы на нашем рынке в районе полумиллиона чего-то еще подкапливаете, либо отдаетесь уже сразу в руки реношникам и вместо символа пересаживаетесь, например, на какой-нибудь степ-вей или просто Сандера. Тогда вы получаете при большой кубатуре, где и детское кресло одно встает, детское кресло другое встает, нормальную машину с энергоемкой подвеской, которая с лихвой укладывается в 500 тысяч. Но уже без риска. Сергей, а вот если говорить примерно о той же ценовой категории, но если даже, допустим, откинуть мечты о семиместном автомобиле за небольшие деньги, я так понимаю, это даже грезы, следовательно, какой-то доступный универсал у нас сейчас есть, хотя бы, потому что есть как бы загородный дом, его тоже иногда надо что-то вот возить в Подмосковье. Более-менее, вот из категории универсалов, более-менее доступных, ближайший, кто у вас есть, это Орландо. Chevrolet Орландо, он семиместный, он здоровый, притом он, со стороны, если на него посмотреть, кажется, что он низкосидящий, на самом деле у него здоровое по размеру колесо, он даже на бордюр заезжает и не оставляет там юбку никакую. Но он стоит, да, к сожалению, 700-800, но уже зато есть даже дизельный, можно копить. Звоните до Брящити 6510996, что-то Олег не звонит, если помните, вчера был разговор о RAV4, о трансмиссиях, я готов, домашнее задание я выполнил, я даже связался с московским представительством Toyota сегодня с тем, чтобы получить максимальную информацию. Олег, звоните, если не дозвонитесь, я и так все расскажу. У нас Евгений на линии, здравствуйте, Евгений. Добрый вечер, Сергей Степанович. Евгений Москва. Я Степанович, а вы Москва. Ну, Евгений, ну, неправильно. Либо я Сергей, либо вы как по отчеству? Владимирович. Евгений Владимирович, здравствуйте. Но я еще слишком молодой, поэтому можно... Не, вот не играет никакой роли. Вот абсолютно. Если я барин, а вы холоп, тогда Евгений, а я Сергей Степанович. Если мы с вами оба приличные люди, возраст не играет никакой роли. Возраст играет роль только в одном случае. Когда решается, кто первым, кому подает руку. Это решение всегда за старшим. Вот старший либо протягивает первым руку, чтобы поздороваться, либо нет. В остальных случаях, Евгений. Либо мы оба по отчеству, либо мы оба по имени. Хорошо, давайте по имени. Да, Евгений? Вопрос такой. Значит, смотрите. Летом, думаю, менять машину свою. У меня сейчас Ниссан Премьера четвертого года. Выбираю между Мерседес С-классом, БМВ трешкой и Ауди А4 все примерно десятого года. Вот что лучше взять молодому, так сказать, амбициозному? Скажите, Евгений, а как вам на Премьере катается? На Премьере замечательно. Досталось мне от отца, то есть брал он ее с салона. Пробег 115, проблем никаких, двигатель идеальный. А сколько? 1,6 или 1,8? 1,6. Ручная коробка. Ну да. А как вам камера заднего вида? Камера, да. Очень многие удивляются, особенно друзья, когда садятся в машину, что в такой машине никто не скажет, недорогой. Есть камера заднего вида. Я вас слушал, вы говорили, что эта машина попала в историю автомобилестроения. Да. Когда-нибудь была первая камера. Вот. Поэтому даже немножко горд, что удалось покататься на такой, в принципе, очень даже хорошей машине. Там, кстати, очень хорошо подобраны в коробке передач числа, поэтому 1,6 едет весьма и весьма напористо. Итого, вы пересаживаетесь на машину, две из которых заднеприводная, одна переднеприводная. Да. И, соответственно, летом вы будете королем дороги и, ну, в общем, где-то, наверное, властелином поворота, а зимой телеграфные столбы начнут заманивать вас в объятия на двух заднеприводных машинах. Потому что это требует совершенно другого и очень специфического навыка, при том, что сколько бы электронных чудес и ошейников на эти машины не вешали, законы физики для заднего привода все равно остаются кардинально другими, чем для переднего. Поэтому вы за лето должны будете освоить навыки контраварийной езды. Нужно будет уметь выстраивать траекторию, не пасовать, когда вы ошиблись, например, со скоростью вхождения в поворот. То есть вы думали, что будет какой-нибудь правый второй, но он оказался правый третий опасный. И вы понимаете, что на доворот руля у вас уже не остается ни сил, ни времени. Вам нужно выставлять машину в управляемый занос. Это все нужно, что называется, предвидеть и знать заранее. Audi A4 скорее всего окажется с мотором TFCI, который жрет масло и машину продали 2010 года трехлетку не потому, что она надоела, а потому, что она задолбала уже. У этой машины тем более нет возможности самостоятельно определить уровень масла, у нее нет щупа, поэтому в какой-то момент возникает коллизия под названием «Хозяин, я сейчас сдохну, маслица капни, пожалуйста». А уже поздно, потому что оно уже все куда-то делось. Это была особенность двигателя, с ней боролись, боролись, и не поборолись. То есть вы входите в тот компромиссный сегмент автомобилей, которые просто так не продают. Вот трехлетнюю цешку, трехлетнюю... Я сразу извиняюсь, сразу комментарий. У меня есть возможность, так сказать, взять машину из Германии. О, тогда да, значит, берите в таком случае любую, но имейте в виду, что и BMW, и Mercedes, скорее всего, будут зверски оттюнингованы под немцев. То есть у них может оказаться нештатным абсолютно вся подвеска. Снаружи машина та же самая, но плох тот немец, который на Mercedes и на BMW не пошаманил что-нибудь именно с подвеской. Там подрезать пружины, поставить, перекалибровать амортизаторы, перекалибровать саленблоки, пошаманить что-нибудь с настройками мотора. И вы покупаете машину, которая является, с одной стороны, волком в авиащей шкуре, а с другой стороны, большой загадкой. Вы ее притащили сюда, и выясняют, что тормозные колодки к ней не подходят, стандартные. Вот с этим будьте осторожны и попытайтесь заранее определить, было ли вторжение в машину или не было. В любом случае, безопаснее брать из Германии, чем у нас. Конечно. Конечно. У нас вы берете машину со скрученным спидометром и с убитыми трансмиссией, двигателем и точно совершенно с какими-то кривыми документами. В Германии все будет проще. Но тогда просто смотрите, что называется визуально. Какая из них целее, новее, лучше. Хотя в Германии они все будут нашаманены и сверкающие. Мне лично, вот ваше трио милее треха BMW. Она, мне кажется, более драйверской, более заводной, более интересной. Во-вторых, в ней все-таки есть определенный процесс здравого смысла. Вот мерседесовцы, которые культивируют родовую травму из поколения в поколение под названием «Наши владельцы машин всегда без правой руки, и поэтому подрулевой рычажок должен быть один левый». Вот, например, меня в Мерседесе это изумляет. Я не понимаю, зачем это нужно делать. А в BMW все логичнее. BMW с инженерной точки зрения это, конечно, очень высокий уровень. Но, вот, например, сейчас моторы, которые у них пошли, вот двигатели года, вот поколение, там, два с половиной литра, оно у нас на ХЗ ставится. Ну, на 30 тысячах, например, в районе первого цилиндра лопнутый коленвал, это в порядке вещей. Это нормально. Или там задир поршневых колец, или там проворот вкладышей. Высокотехнологичный двигатель. И у немцев это, в принципе, в порядке вещей. Ведь они же борются за нюансы весовой культуры. Поэтому, бац, оно сломалось. Ну, да, это тоже важно. Можете на это напороться. Я бы для себя брал трешку BMW. Я бы, в принципе, не смотрел на Audi A4, потому что она ни с какого боку неинтересная, но только если она будет S4. Вот тогда, тогда мы... Другая цифровая категория. Конечно. Но тогда хоть понятно, зачем нужно брать вот этот вот просто автомобиль. Здесь он уже становится не просто автомобилем. А Mercedes, ну, все-таки под Mercedes, знаете, как, к счастью, возраст у вас не тот, животик не тот, голдовая цепура не та, ее, в принципе, нету. Поэтому, то есть, вот поскольку вы не мордоворот и не бандит, то зачем вам машина бандита и мордоворота? Возьмите себе машину, которая вас позиционирует как знатока управляемости, как человека, который понимает толк в хорошей активной езде. Это как раз BMW. Хорошо, я вас понял. Еще, пожалуйста, можно ли вопрос? Вот у меня бюджет 900, BMW 3, либо Golf 7 выходит. Вот меня заинтересовало, что вы скажете по этому поводу Golf 7? Ну, во-первых, Golf 7, он ни в коем случае не стоит этих денег. Во-вторых, Golf 7, как и любой другой автомобиль, первый год покупать нельзя. Потому что у него будут детские болезни, у него будет куча проблем, его будут менять практически на 30-40, иногда на 50% по номенклатуре запчастей, и вот просто смотрите на него. Из окна трешки BMW любоваться этой машиной гораздо приятнее, чем из какого бы то ни было другого окна. Все, я вас понял. Спасибо вам большое. Успехов вам, Евгений. Давайте попробуем. У нас еще есть время, поэтому звонки, напоминаю, 6510996. У нас Сергей на линии. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Тезка. Здравствуйте, Тезка. Дозвонился к вам уже юбилейный третий раз. Вот. Вот она настоящая жизненная удача. Вот так она выглядит. Да. Хотел вопрос такой, не такой приземленный, как выбор автомобиля или наша суровая действительность. Это скорее высокий такой вопрос. Мечта. У меня есть мечта. Вот. У вас в программе есть люди, которые были покорители сурового бездорожья, там, в экспедиции ездили. Бывали. Очень далеко, да. Все это удивительно. У меня есть мечта, но она более цивилизованная. Я бы хотел, например, ездить в Америку и пересечь ее с восточного побережья на западное, на автомобиле по хорошим, нормальным дорогам. Красота. Да, это, конечно, мечта голубая, но если бы действительно произошло, разумнее всего, было бы, наверное, взять машину на прокат. Даже не одну, а менять машины разные, чтобы поездить на том, на сём, на этом. Вот. И что бы вы посоветовали здесь? Может быть, даже если вы знаете в курсе, какой маршрут вы посоветовали? Маршрут я бы вам не стал бы особо советовать, но для того, чтобы наполнить вот каким-то реальным смыслом эту поездку, в качестве путеводителя, ну, отправной точки, с которой вы можете не согласиться, одноэтажная Америка Ильфа и Петрова. Они поехали. Да, да, да. Я уже читал эту книгу. Да. Именно под впечатлением этой книги вот эта мечта некая роди и родилась. А как вы помните, это 1934 год и сопоставить Америку 1934, например, 2014, у вас бы получилось очень даже неплохо. Было бы интересно. Ещё есть хорошая книжка Пескова и Стрельникова «Земля за океаном». Это два корреспондента «Комсомольской правды». Они поехали, по-моему, году в 1972 или 1974 по Америке и тоже привезли массу дорожных впечатлений. Вот где-то между этими маршрутами как раз и, может быть, лежит маршрут вашей поездки. А вот как брать машины на прокат? Дядь Миша по-дорожански, это главный редактор газеты «Авторевью», он как-то раз решил пересечь строго от одного побережья к другому. Он вышел на знаменитую эту дорогу, я не помню, 66-я она или какая, вот прямая такая, бетонная, сел и поехал и пожалел об этом где-то, наверное, уже через сад, через два, потому что дорога абсолютно прямая, абсолютно ровная. Ну, хорошо, первый час ты там что-то держишься за руль, на второй час ты начинаешь клевать носом. Дядя Миша по-дорожански рассказал совершенно страшную историю, которую он не публикует и которую он не то чтобы стыдится, но не особо афиширует. На третьем часу он понял, что он за рулем не нужен вообще, потому что круиз-контроль, а дорога настолько ровная, а машина настолько сбалансированная, а он ехал на каком-то грузовике, у него был, по-моему, фордовский «Эконован», то есть по нашим деньгам это пазик, а на их деньги это, наверное, просто маленькая машинка для домохозяйки, ну там пара тонн «Бигмагов» ходит внутрь. Он ехал на минивене. Кройку тонн «Бигмагов», да, наверное? Да, да. И дядя Миша тогда сделал совершенно страшную вещь. Вот ему стало интересно, вот он едет 55 миль в час. Он понимает, что он начинает сходить с ума. Впереди, ну на там километров 20 насколько похватает брошенного вперед взора, ну ничего абсолютно, дорога ровная. И тогда Михаил Подорожанский, автомобилист со стажем встал из-за руля и пошел в багажник мерить новые ботинки. У него там лежала коробка, которая не давала ему покоя. Он ушел в багажное отделение, достал коробку, достал новые ботинки, расшнуровал, одел, обул, зашнуровал, походил по машине, а Подорожанский он на самом деле не очень высокого роста, поэтому там он поместился великолепно, совершенно мог бы даже прыгать. Он походил, погулял по машине, потом сказал, господи, что я делаю? Я еду со скоростью 55 миль в час по Америке, и я даже не хочу садиться за руль. Одел свои привычные ботинки, сел за руль и, в общем, горевал и проклинал все на свете, потому что, ну, смертельно слепаются глаза, и он прекрасно понял вот эту серьезную американскую проблему, когда народ засыпает и улетает в кювет, потому что не заснуть невозможно. Ничего не происходит. Ровная, как стол Америка, пейзаж не меняется на протяжении где-то, наверное, 700 километров, и, ну, бензоколонки там с интервалом в 100 миль. Вот эти 100 миль попробуй выдержать. Это такой вот маленький дорожный нюанс. Ну, я надеюсь, вы разнообразите свое путешествие и машиной, и впечатлением, и маршрутом, а потом, если вы еще заведете себе какой-то блок и в онлайне будете выкладывать, то вас народ еще советами закидает, скажет, а вот туда заедьте, там музейчик, а вот сюда заедьте, посмотрите, там вот то-то, вот здесь вот это вот, и получится очень даже неплохо. А по машинам-то что? А по машинам без разницы, потому что, как только вы переходите рубеж 55 миль в час, тут же откуда-то прилетает волшебник и начинает вырывать из вас несколько тысяч долларов. Ему абсолютно без разницы, что вы из коррумпированной России, у нас это не принято. Но у меня несколько знакомых, вот, например, дядя Саша Пикуленко, он пол Америки проехал на Chevrolet Corvette, а еще пол Америки он проехал на этом самом, на гибриде, на Prius, просто потому, что было по приколу, что он называется. И что на Corvette, ну вот едешь по прямой и ничего не происходит, что на Prius едешь по прямой и тоже ничего не происходит. А у нас происходят новости. Сообщение с сайта от Вадима, он поражен автомобилем под названием Lincoln Mark 8, хочет его купить, машина из Америки, спрашивает мое мнение об этой машине. Машина великолепная, это купе двухдверное. Когда у нас в журнале Автопилот была статья, как раз посвященная Марку, он у нас назывался, статья называлась «Последний Марк века». Это машина 90-х годов, она, конечно, получается с сумасшедшим пробегом, машину это нужно обожать. С ввозом ее в нашу страну скорее всего будут трудности, потому что сейчас мы все-таки боремся за экологию, у нас свежий воздух, вот у Собянина, например, непосредственно под носом очень чистый воздух, но хотелось бы, чтобы было чище. В центре Москвы в стране у нас Евро-4 свирепствует, а Марк 8 очень даже может быть, что по документам не дотянет до экологического класса Евро-4 и придется как-то изгиляться, чтобы его либо на бумаге сделать уже по четвертому классу, либо как-то этот момент решить. Чем хороша наша таможня? Тем, что она создает проблемы специально для решения. Поэтому решить, конечно, будет можно. Сам по себе Марк 8 он, конечно, и сейчас не устарел, смотрится он ураганно, автомобиль грандиозный, дверей у него всего две, ездить на нем в этой связи сложно, машина на каждый день не подходит, но как гуляльный автомобиль, да еще для человека, преклоняющегося перед американским автопромом, это абсолютно логичная покупка, она очень эстетская, в ней очень много, много эмоций. Еще один вопрос от моего тезки, ожидается ли новая Vectra? Нет, вот как таковой машины под названием Opel Vectra в ближайшее время не будет. Будет все, что угодно, только нет, но вы же знаете, инсигния у нас есть. У нас на линии Арсений. Здравствуйте, Арсений. Здравствуйте, Сергей. Во-первых, хочется поблагодарить вас за точный язык ваш, служит вас одно удовольствие. Спасибо вам, Арсений. Вот, а вопрос мой состоит в следующем. Сейчас рассматриваю вопрос покупки Audi не новый двигатель автомобиль. Плюс-минус. Вот, хотелось бы услышать ваше мнение. Я считаю, что для меня было бы интересно двигатель 2 литра и SSA. Ну, дальше, собственно, по рынку буду смотреть по опциям и по всему. Ну да, то есть, так или иначе, найдете неубитый экземпляр, берите, не глядя на то, какой у него мотор. И бензиновый, и дизельный, и хорошие. Мне очень понравилось в свое время замечательное путешествие великого Алексея Мочилова. Оно у него в ЖЖ выложено. Когда он на трех Ку-5 поехал в Забайкалье, причем он взял специально машины с разными двигателями, с тем, чтобы посмотреть, насколько это интересно. Пришел к выводу, что Ку-5 хорош абсолютно с любым мотором, даже вот с тем стартовым, на который вы целитесь. Но причина для продажи подобного автомобиля, скорее всего, его какая-то техническая изюминка под названием надоело, сломалось, больше не хочу. И вы весьма вероятно нарветесь на что-то такое неприглядное, что от вас скрывают, и игра называется «Кто последний, тот дурак». Но сам по себе аппарат, конечно, замечательно сделан, он кардинально отличается, как ни странно, от Ку-3, хотя, казалось бы, из одного и того же получили, но два разных совершенно родственника. И поэтому не бойтесь, даже если вам в руки будет проститься Ку-5 с каким-нибудь особо заковыристым мотором большого объема, он только от этого выиграет, будет интереснее ездить и, скорее всего, получит даже, наверное, больший ресурс. Ну, и, собственно, в этой машине есть еще визуальный нюанс. Чем больше у нее колеса, тем интереснее она смотрится. Но это вы уже отработаете сами, это потихонечку приобретете себе резину, которая захочется, которая на душу ляжет. Сам по себе Ку-5 это, в общем, неплохо. А вот что касается эстроника самого? А ничего такого в этом нету и, опять-таки, если на роду написано, то она уже сдохла. А если на роду не написано, то она жива и будет живее всех живых. Понятно. У меня, в принципе, в семье есть автомобили на ДСГ, но, вот, учитывая некоторые в сети мнения о проблемах их, о нареканиях и тревоге. Да, вот, могу сказать, что в случае тех машин, которые у меня перед глазами на коробке зумоисцепления проблем не было, но интернет пестрит. Да, в интернете, как вы заметили, там всегда есть такой элемент истерики под названием «Мне прищемили палец, люди, срочно, давай, это ж куда же мы... Короче говоря, куда катится мир, когда мне прищемили палец? Когда у человека все хорошо, он ничего не пишет в интернете, но вот звонящие в программу те, кто ездит на ДСГ, на Шкодах или на Фольксвагенах, некоторые из них уже за 150 тысяч перешли, никаких проблем абсолютно, а есть те, у кого на 30 гарантийный случай, к сожалению. Ну, есть такая вот особенность. И, соответственно, с Купятом, в принципе, то же самое, ничего трагичного на роду этой машины не написано, но дальше как повезет. У нас Валерий на линии, здравствуйте, Валерий. Алло, добрый вечер, Сергей. Здрасте. Сергей, очень давно жду, что кто-нибудь задаст вопрос об Акуре. О-о-о. Акура. И вот специально не звонил, я думал, зададут вопрос, я услышу, не позвонив вам. Да, Валерий. Никто не говорит. Вот 11-го года хочу с Америки взять машину. Какую? Хайландер. Так. Хочу на Акуру поменять. Какой именно? А Акуры же разные. МТХ. А, МДХ, да, потому что, может, вы РДХ хотите, например. Не-не-не, МДХ. Потому что у меня два внука, и надо на задние сидения сидеть, и цеплять сидения, детские кресла. Вот. И хотя бы семиместную Акуру взять МДХ. Что вы скажете о коробке, о машине самой? У вас вообще-то Хайландер какой? Последнего поколения или предыдущего? Нет, 2007-го года. 2007-го. Ну, тоже неплохая машина, хотя логичнее с вашего Хайландера пересесть на нынешний, на современный, который семиместный, и у которого очень хорошо как раз сзади помещаются что на втором, что на третьем ряду и внуки, и правнуки. Там геометрически это все более интересно и более правильно сделано. А Акура, она все-таки, знаете как, она условно семиместная, она достаточно прочная, у нее попытка сломать, например, двигатель или коробку не очень состоятельна, и вот тот MDX, за которым я наблюдаю уже, он, наверное, мученически ездит где-нибудь 1200 по нашей стране, у него коробка уже давно работает в аварийном режиме, 1100, и все равно ничего не происходит. То есть она живет, что называется, по запасному контуру, и никто даже не собирается ее чинить, и хозяин с таким любопытством инженера тире вивисектора смотрит, ну как, помрет, не помрет, 100 тысяч помереть не может. Ну все, я понял. Она неплохая, но Highlander лучше. Если вы его, в том числе, из Америки притащите, потому что, ну, там он может оказаться чуть более интересен по начинке, вы все равно выиграете. Ну, оставайтесь вот в семье Тойоты. Это вполне, вполне хороший вариант. Олег у нас на линии. Здравствуйте, Олег. Доброго вечера, Сергей. Хотел бы пару слов защиту под рулевых мерседесовских переключений. Давайте. Наконец-то. Как нелюбимых вами. Знаете, ездил на многих кузовах в 210-м, 140-м, 220-м, 21-м. Знаете, мечтаю, вот сплю и вижу приделать его оттуда, и не один я. Есть еще категория такая у людей достаточно обширная, наверное. Так что, наверное, на вкус и цвет. На вкус и цвет. Вот. Да, на вкус и цвет. Мне, например, в мерседесе много чего непонятно. Играв под рулевые рычажки непонятно тем более. У меня рефлексы все абсолютно деревянные в силу моего древнего возраста. Вот я привык, что у меня под правой рукой есть и под левой рукой есть. Это то же самое, как мне, например, опасно переставлять педали. Я привык, что под правой у меня всегда газ. Но кому-то же можно тормоз, ведь, например, у Ford T у него все три педали не про то, про что мы с вами думаем. У него газ и тормоз как раз ручные, а это у него передняя, задняя передача и сцепление. То есть, можно же ехать и на Ford T, ну, со временем переучишься. Но в моих рефлексах не умещается Mercedes просто ни с какого боку. Ну, никак. Вполне допускаю. Но тем не менее, как бы, был не первым автомобилем, наверное, даже не в первой десятке автомобилей, которыми я пользовался. Много на чем поездил, не так много, конечно, как вы. но вот безмерно и безудержно, но всегда ностальгия любой, к сожалению, вынужден пользоваться другими автомобилями, да, в частности, Trailblazer, Tahoe, предпоследний. Да, как бы, ну, вы... Хорошая техника. Хорошая. Да, техника неплохая, но вы меня, наверное, понимаете по поводу их подрулевых переключателей. Я вообще просто нервно курю за углом. Ну, и тем не менее, они там есть, это уже неплохо. Да, да, согласен. Ну, тем более, американцы, немцы, да, это совершенно два разных взгляда на мир. Абсолютно, абсолютно. Причем, Trailblazer или Tahoe, это же, я даже не знаю, это вообще отдельная статья. Тут уже... Вот им бы немецкую кожу и немецкий пластик. Да, пластик. Это был бы непобедимый автомобиль тогда. Вот почему американцы по всей поры считают необходимым отбирать у детей детские пеналы и переплавлять их в переднюю панель? Да, Я не могу это... Китайские игрушки. Китайские игрушки туда же идут. Почему нужно из мусорного ведра делать торпеду? Я не понимаю этого. Детские школьные портфели перешивают на кожаные сиденья. Старые такие, вот помните там? Да? Да, вот это вот... Советские такие. Конечно, кожа молодого дерматина. Почему они так делают? Это никто не знает. Причем американцы, они постоянно говорят, мы сейчас покорим Европу, мы сейчас делаем машину по европейским канонам. Они постоянно пытаются взять то платформу, то инженеров. Они подступаются в том числе в постулатах своих. Они, например, задумались над управляемостью после того, как они сделали это открытие. Вот Кадиллак уже давно пытается быть европизированным. Ну, на новом ТАХ, знаете, шестерня рейка, то, что они подставили, на самом деле восторга. Никто от этого не испытывает. И то, что они сделали легковую подвеску там впереди, в общем-то, тоже, поэтому, как бы убили внедорожник настоящий. Поэтому, вот, как-то вот, с подходом к управляемости тоже, в общем-то, она, наверное, нужна, конечно, да, но не везде и не всегда. То есть, вот, прошел в меру все. Это вот к разговору о том, что мы с вами обычно, ведь так по инерции полагаем, что заграница непогрешима, что Запад прав. Помните, у нас даже вот наивысшая точка восторга в загранице в уголовном кодексе называлась «преклонение перед заграницей». В 30-е годы было такое у нас. И вот в режиме онлайн они совершают поразительные совершенно ошибки. Вот это называется «Наша американская школа автомобилистроения». Ребята, то, что вы творите, у нас даже на автовазе не всегда могут сделать. Удивительно. Да, но главное лечабельные ошибки. Вот маленькая приятность у них, что как бы их можно, так сказать, что они известны и, в общем-то, доктора с ключами, с гаечными знают, с какой стороны к ним подойти. Ну, это когда можно исправить, потому что некоторые технические особенности уже не исправишь. Под занавес Олегу домашнее задание по поводу трансмиссии Toyota RAV4. Раньше грандиозная разница была в том, что автомат ставился на самый мощный мотор, на тот, который был 2,4, и этот автомат был четырехступенчатый. Сейчас мотор у нового RAV4 2,5, и ставится шестиступенчатый iSyn. А вариаторы механика, они как шли на двигатель 2,0, так и идут. Ну, плюс сейчас еще дизель добавился. До завтра. До завтра.